Привет, дорогие друзья! Есть такие заболевания, при которых желательно исключить из рациона некоторые продукты. Есть заболевания, связанные с воспалительными процессами в организме, такие, например, как подагра или артрит. В этом случае стоит избегать употребления продуктов, которые могут усилить воспаление и обострить симптомы заболевания. Итак, внимание! Список пищевых продуктов и веществ, способных усилить воспаление. Сахар и все его формы в виде глюкозы, фруктозы или сахарозы. Да-да, наш любимый сладкий друг оказывается друг не только нам, но и воспалением, происходящим в организме. Нужен нам такой друг, играющий на два фронта? Ответ очевиден. Аспартам, заменитель сахара, является нейротоксичным, а если у вас повышенная чувствительность к этому веществу, оно будет восприниматься как инородное тело. Все силы организма направятся на его ликвидацию, а воспаление усилится. Насыщенные и ненасыщенные жиры тоже способны усилить воспаление. Например, согласно исследованиям, насыщенные жиры вызывают воспаление в жировой ткани, что вызывает проблемы сердечно-сосудистой системы, а также усиление симптомов воспаления. Ненасыщенные жиры и вовсе вызывают синдром хронического воспаления, особенно в этом плане вреден фастфуд, полуфабрикаты, чипсы, маргарин. Жирные кислоты омега-6 есть такие полезные и необходимые нашему организму, но в излишке они вынуждают организм выделять вредные вещества, которые усилят воспаление. Также важно помнить о важности соблюдения баланса омега-3 и омега-6 жирных кислот, поэтому тщательно изучайте состав употребляемых продуктов и масел. Рафинированные углеводы – вещества с повышенным гликемическим индексом. Они наносят даже больший урон организму, чем жиры, способствуя ожирению и развитию хронических заболеваний. К рафинированным углеводам относятся белый рис, картофельные полуфабрикаты, выпечка из муки высшего сорта, а также многие крупы. Глутамат натрия или усилитель вкуса – куда только недобавляемый сегодня. Его можно встретить в соусах промышленного производства, снеках, полуфабрикатах, фастфуде. Глутамат натрия влияет на развитие хронического воспалительного процесса и наносит удар по печени. Глютен и казеин – аллергены, которые содержатся в некоторых злаках – ржи, ячмене, пшенице и производных этих злаков. Казеин – в продуктах с молочной сывороткой. Люди, страдающие артритом или непереносимостью глютена, должны обходить эти продукты стороной, так как можно заработать серьезные последствия воспаления. Если есть воспалительный процесс, то алкоголь стоит и вовсе исключить, ведь он создает дополнительную нагрузку на печень. Стоит снизить количество потребляемых продуктов из списка и соблюдать диету, рекомендованную при вашем заболевании, и тогда вы заметите ослабление болезненных симптомов, сопровождающих воспаление в организме. Надеюсь, вы узнали что-то важное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь этим видео с близкими и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!